Приветствую, друзья! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать новые видео. Делитесь видео с друзьями. Гаага для преступного трио Вова Никол Илюша. В чем смысл иска официального Еревана в Международный суд ООН? Лорицы продолжают вносить свой вклад в священное дело спасения Родины, раскрывая истинный смысл враждебной миссии Никола Пашиняна. Сначала Эдуард Шармазанов заявил на весь мир, что Пашинян – российский агент. Потом уже другой лориец, спепосланник Пашиняна по особым делам Эдмон Марукян, комментируя вчерашнее решение Международного суда ООН, сделал уже второе признание об истинных целях и сути обращения официального Еревана в международные инстанции. Первое признание касалось доклада и резолюции Европарламента, в котором даны жесткие оценки не только Азербайджану, но и России, то есть сторонам трехсторонних заявлений. Посол по особым делам Пашиняна тогда признал, что целью активных внешнеполитических шагов власти РА является получение мандата ООН и легитимизация бумажки 9 ноября. Документ 9 ноября единственный, за который мы сейчас хватаемся, потому что можем консолидировать международное давление, Азербайджан взял на себя обязательства, которые не соблюдает. Мы не можем отложить в сторонку документ 9 ноября, это архитектура, в случае разрушения которой у нас не будет альтернативы, сказал Марукян. И вот, в связи с решением суда ООН Марукян, в своем долгом заявлении отмечает главное, Международный суд ООН удовлетворил требования Армении о применении промежуточной меры против Азербайджана, и этим решением, по сути, еще больше укрепил и признал легитимными на международном правовом уровне обязательства, взятые Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и установленные механизмы. Отметим, что новый пост Марукяна полностью посвящен легитимизации антиармянской бумажки 9 ноября, за которую хватается гдшная группировка. Эдмон Марукян с присущей ларийцам простотой подтверждает, что целеполагание так называемой внешней политики властей РА состоит в легитимизации русско-турецких трехсторонних договоренностей в международных инстанциях, что предполагает нивелирование армянских интересов и прав. Хвататься за бумажку 9 ноября означает отречение от основополагающих документов РА международных правовых актов, в которых зафиксированы армянские интересы и права. Ларагир неоднократно обращался к тому, что иски властей РА в международной инстанции нацелены на институционализацию этих реалий, начиная с вопроса пленных и кончая политическими задачами. Эти иски сформулированы так, чтобы не навредить русско-турецким договоренностям и не помешать их имплементации, пленные должны остаться в заложниках, статус Арцаха и Нахиджевана должен быть упразднен, итоги вторжений Баку в местах дислокации российских войск должны быть узаконены и отрыты новые зоны для оккупации. Все остальное дешевое шапито, начиная с сочинской клоунады Вова Никола-Люша и кончая балаганом СОДКБ в исполнении группировки ГД и ее оппозиционной подпорки. Вопреки пунктам резолюции Европарламента о политическом урегулировании арцахской проблемы, имеет место институциональное замалчивание возможности политических претензий по вопросу упразднения экстаритариального статуса Бердзорского коридора. Как отмечает юрист, специалист по конституционному праву Гигам Симонян, подача в Международный суд ООН подобного иска РАА равносильно отречению на государственном уровне от армянского вопроса и его части арцахской проблемы. В качестве контраргумента требованием Баку, официальный Ереван противопоставляет враждебный концепт территории Советской Армении в 29,8 тысячи квадратных километров. Между тем, требованием Баку о прекращении минирования азербайджанских территорий и касающимся блокады Лачинского коридора претензиям необходимо противопоставить требования о деоккупации территории РА, включая Арцах и Нахидживан. Мы первыми представили фейковый иск, который выводит арцахскую проблему за скобки политического решения арцахского вопроса в рамках территориальной целостности РА, опуская до гуманитарного уровня.